Друзья, приветствую вас на канале школы программирования iSchool. Мы продолжаем наш курс паттерны проектирования в iOS. Сегодня говорим о таком шаблоне как стратегия. С вами Александр Сенин, я занимаюсь разработкой мобильных приложений и созданием курсов по iOS разработке. Ссылка на эти курсы под этим видео. Итак, паттерн стратегия. Применяется он в тех случаях, когда нам нужно определить семейство схожих алгоритмов поведения нашей программы. И каждый из этих алгоритмов поместить в отдельный класс. После этого эти алгоритмы можно заменять прямо во время исполнения программы. Звучит немного так по-книжному, вот то, что я сейчас сказал. И достаточно сухо, поэтому давайте на какой-нибудь примере это разберем. Причем я предлагаю сделать два примера сегодня. Один такой простой и очень понятный. Второй может быть немножко посложнее, но он более будет приближен к реальной задаче. Значит, я предлагаю написать некий такой математический модуль, вот в простом примере, да. Где мы будем выполнять некие действия над двумя операндами. Причем сделаем это используя паттерн стратегия. Значит, первое, что нам нужно, это протокол. Назовем его стратегия. И в нем определим функцию, которая будет делать какой-то экшен, да. Между двумя операндами. Соответственно, операнд А типа дабл и операнд Б тоже типа дабл. Возвращать мы тоже будем значения типа дабл. Вот, пожалуйста, протокол стратегии. Теперь напишем классы операций. Значит, первый класс, например, сумма. Да. Наследуется он у нас от стратегии. И, соответственно, что он у нас делает? Он у нас наши операнды суммирует. Возвращает А плюс Б. Текст. Второй вариант стратегии это умножение. Вот так вот. Что он у нас делает? Он у нас возвращает перемноженными наши операнды. И третий это деление. Деление. Просто можно div указать. Да. Мы А делим на Б. Вот таким образом. Теперь нам нужен основной класс. Назовем его Math. У нас тоже наследуется от нашего протокола стратегия. Соответственно, он реализует нашу функцию. Первое, что нам нужно, да. И второе, что нам нужно, нам нужен экземпляр этой самой стратегии. Указываем ее в конструкторе. Strategy. Strategy. Вот так. Соответственно, self-instance равно стратегии. Вот так. Причем это можно сделать приватно. Ну, если мы делаем, соответственно, этот параметр приватным, то нам нужен метод будет. Метод функция setStrategy. Вот таким образом. Strategy. Strategy. Вот таким образом. Self-instance. Вот так. А в do action мы, соответственно, вызываем наш do action, да. С операндами и возвращаем его. Вот таким образом, да. Соответственно, как это теперь у нас все будет работать. Соответственно, создаем новый класс со стратегией, например, сумму. Вот таким образом. И вызываем метод do action 10.10. Так. Дождемся мы запуска плейграунда или нет. Значит, если у вас такая ситуация повторяется, когда плейграунд тормозит, да, и перезагрузка x-кода не помогает, то есть вот прям, когда вы его завершаете, да, или даже завершаете принудительно, то, ну вот в моем случае помогла перезагрузка, например, компа полностью, да. Поэтому это вам уже домашнее задание. Соответственно, протестировать, как это дело будет работать, да. Ну и, соответственно, мы можем поменять стратегию поведения и опять сделать do action 100 поделить на 10, например, в нашем случае, да. Вот так вот это работает. Очень просто и понятно вот на этих арифметических примерах, да. Значит, теперь более реальная задача. В одном из курсов, вот, который, кстати, вы можете найти по ссылке под этим видео, у нас есть такой пример, мы разбираем такую задачу и делаем такое приложение, называется оно Converter валют. Там мы подтягиваем курсы валют с сайта Центробанка, но ведь у нас есть куча ресурсов, с которых мы можем потянуть курсы валют. Там сайт Yahoo, да, какая-нибудь биржа Нигерии и так далее, и так далее, и так далее. Откуда-нибудь с американских сайтов мы можем узнать там тоже свои курсы валют. Вот. В данном случае протокол стратегия нам отлично подойдет, да. То есть, в нашем случае здесь будет метод getCourses. Пока давайте оставим один метод, он нам ничего не будет возвращать, никаких у него параметров не будет. Ну и, соответственно, а классы стратегий у нас будут, например, getFrom, вот так я назову этот класс, сайт Центробанк, да, стратегий. Реализую здесь эту функцию, вот таким образом, getCourses. Пока просто напишу заглушку, что получаем курсы с сайта ЦБ. GetFromЦБ, GetFromYahoo, например, да. И так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, вот и все, ну и все ресурсы, откуда мы будем получать курсы, здесь перечисляем. Причем очень удобно будет использовать именно этот шаблон, потому что каждый сайт нам будет отдавать так или иначе курсы в своем формате, да. То есть, где-то это будет XML, где-то JSON, может быть, где-то вообще там в коде HTML придется поковыряться. Вот, если там заказчик, например, будет у нас сказать, вот я хочу только оттуда, да, курсы, а там у нас, ну, а там у нас нет никакого API у данного сайта, вот. Но платят такие деньги, да, что отказать себе в этом невозможно. Поэтому, возможно, будет и такая ситуация. Естественно, это будет достаточно сложная стратегия для каждого из этих ресурсов. И очень круто инкапсулировать ее в свой класс. Соответственно, основной класс, например, который будет называться Converter, он тоже у нас наследуется от стратегии. Делаем, как мы уже делали до этого, переменную instance. Типа стратегия, значит, и инициализируем наш класс. Стратегия, self-instance равно стратегия. И пишем функцию, getCourses, соответственно, self-instance, getCourses. Вот таким образом. Самый простой вариант, да, причем здесь может быть ряд функций, да, то есть нам нужно, например, можно сделать как? Нам нужны курсы, и мы их возвращаем вот в формате массив словарей, да, там, string any, например, да, то есть сразу. И потом этот массив словарей мы, например, куда-нибудь записываем. Или мы хотим получить курс одной валюты относительно другой, да, getCourse, например, mainCurrency, типа string, mainCurrencyCode, давайте. И second currency, currencyCode, тоже string. И возвращает она нам число типа double, да, то есть вот отношение, то есть одна единица основной валюты будет стоить вот то значение, которое нам вернет этот класс. Соответственно, для каждой стратегии мы поведение этого метода расписываем. Но зато конвертер, когда у нас работает, здесь вообще все супер просто, да, то есть здесь мы просто обращаемся, устанавливаем стратегию и обращаемся к этой функции. Как вы понимаете, поддерживать вот такую структуру тоже достаточно просто. Как только нам нужно подключить еще какой-то ресурс, да, мы не трогая остального кода просто пишем еще один класс, в котором описываем все методы, которые нам нужны, пишем их реализацию. И у нас, пожалуйста, еще одна стратегия. Вот таким вот образом это работает. Итак, мы разобрались с вами паттерн-стратегия. Александр Сенин был на связи. Остались вопросы? Пишем в комментариях. Вопросов нету, ставим лайки. И до встречи в следующем занятии.